В России в полтора раза увеличилось количество оформленных фронтовых льгот по кредитам. Лишних денег нет. С апреля по июнь 2024 года российские банки оформили более 45 тысяч новых отсрочек по кредитам для добровольцев, которые отправились воевать в Украину. Об этом говорят свежие данные Центробанка. И даже добровольно идут воевать в основном те люди, у которых большие финансовые проблемы. То есть у них уже есть кредиты самые разные, ипотечные, это самые такие еще более-менее хорошие истории. Есть микрокредиты, есть всякие потребительские кредиты. И вот от этой безнадюги, закредитованности, либо сами мужчины, либо подгоняемые своими женами, и идут воевать. Право на кредитную отсрочку имеют все участники вторжения в Украину. Однако такую отсрочку нельзя взять на кредит, который был взят уже после отправки на войну. Все-таки в первую очередь, чем покупают человеческие жизни в России, деньгами. Поэтому вот те, у кого были кредиты, им дают отсрочку, а новые кредиты брать не нужно, потому что тебе уже деньги отвалили. Я думаю, законодатель, если можно так сказать, рассуждал примерно так. 6 апреля Путин подписал закон, который позволяет участникам войны и членам их семей обратиться не только за отсрочкой по потребительскому кредиту, но и заморозить начисление процентов по таким договорам займа. Если посмотреть любой кредитный договор с любым российским банком, то окажется, что сначала ты выплачиваешь проценты, и только потом начинаешь выплачивать тело кредита. И в результате ты выплачиваешь гораздо больше денег, чем ты их взял в кредит. Видимо, сначала пришла мысль только о заморозке самого кредита, а потом, когда уже сплотились, посмотрели, о, а проценты-то продолжают тикать, а выплаты растут, но вот уже и второй закон приняли о том, что замораживается и начисление процентов. Такой прирост по новым осрочкам стал рекордным с 2022 года, когда одновременно с объявлением мобилизации заработала программа кредитных каникул. С тех пор каждый квартал появлялось около 30 тысяч новых льготников. Но ведь за самоубийство, то есть за участие в войне, в России платят почти 200 тысяч рублей. Неужели этих денег не хватает покрыть кредит без отсрочек? Вы забываете о такой жуткой вещи, как микрокредиты. На микрокредитах там вообще какие-то совершенно дичайшие проценты. Это микрофинансовые организации, где люди берут, условно говоря, какие-нибудь 5 тысяч рублей, чтобы дожить до зарплаты, а потом оказывается, что ты должен заплатить не 5 тысяч рублей, а 25 тысяч рублей. Ну а, кстати, касаемо выплат военным, то Путин таки настроен серьезно, ведь увеличил эти выплаты почти в два раза. Но такая акция действует только для тех, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Есть еще региональные выплаты. Например, сегодня чемпион по региональным выплатам – это Санкт-Петербург. И в Петербурге, если ты записался воевать, тебе заплатят больше 2 миллионов рублей. Другое дело, что для экономики это все смертельно опасно, и время, когда вся экономика, построенная на войне, накроется медным тазом, приближается семимильными шагами. Общее количество кредитов, которым применили военные льготы, составляет 357 тысяч, а общая сумма этих кредитов – почти 139 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Центробанка. В текущей редакции закон о таких льготах действует до конца 2024 года.